Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня мы с вами поработаем над окислительными мышечными волокнами в широчайших мышцах спины. Давайте вспомним, как мы с вами на предыдущих тренировках прокачивали руки. Три дельты строили. И как тренировали ноги. Прокачали наши грудные мышцы. Продолжение следует... А сегодня предстоит покачать спину. Вперед! В прошлом ролике, когда мы с вами проводили тренировку на грудные мышцы, я уже говорил, что лично я предпочитаю прокачивать грудные мышцы в окислительном режиме совместно с широчайшими. Но так как у меня в тот день, когда я работал над грудными, совпало так, что был еще хоккей вечером, я решил прокачать только грудные. Но вам рекомендую совмещать два этих вида тренинга. И для грудных, и для спины. Для чего это делать? Просто, чтобы сэкономить время. Потому что вы знаете, что на одну мышечную группу нужно отдыхать 10 минут между такими заходами. А как мы с вами работаем? Мы с вами выбираем те упражнения, в которых чувствуем работающую группу мышц лучше всего. Для кого-то это одно упражнение, для кого-то другое. Конечно, в идеале, если это базовые упражнения. Но работая над окислительными мышечными волокнами, это не так важно. Гормоны будут выбрасываться в кровь именно от нестерпимого жжения, которого мы с вами будем добиваться с помощью грамотного построения тренировочного процесса. Итак, выбираем одно упражнение и приступаем к работе. Естественно, после общей и специальной разминки. Самое сложное подобрать вес тренировочный, с которым необходимо работать. Интенсивность должна быть равна примерно 30-40% от той, с которой вы привыкли обычно работать. Сразу у вас это не получится, расстраиваться не стоит. Именно поэтому необходимо вести тренировочный дневник. Но уже после двух-трех тренировок вы научитесь подбирать вес для каждой отдельной мышечной группы. В чем секрет такого тренинга и какие основные постулаты? Вы уже знаете, я уверен, что это время под нагрузкой. В данном случае мы с вами 30 секунд работаем, 30 секунд отдыхаем. 30 секунд работаем, 30 секунд отдыхаем. И снова 30 секунд работаем, 30 секунд отдыхаем. Над одной мышечной группой. Мы потом можем приступить к прокачке другой мышечной группы. Но, если мы прокачиваем одну мышечную группу в день, нужно дать 10 минут отдыха между такими сериями. Вы можете сделать максимум 3 серии. 3 серии по 3 захода. По 10 минут отдыха между каждыми. В итоге у вас получится 9 рабочих подходов. Не превышайте это количество подходов на одну работающую мышечную группу. Это очень важно. Начать можно вообще с 3 подходов, то есть с одной рабочей серии. Не переживайте, пусть ваш стаж тренинга диктует то, с какой интенсивностью вы будете работать. Чем плавнее и медленнее мы будем подходить к максимальной работе, тем лучше и качественнее будет отзыв от этой самой работы. Отклик нашего организма. Ведь главное не переработать, чем не доработать. Лучше не доработать немножко в нашем деле, друзья, чем перетрудиться, впасть в перетренированность, не дай бог. И вообще в принципе потом восстанавливаться. Непонятно сколько времени. Надеюсь вам нравится данный вид тренинга, потому что для меня это самый любимый и самый сложный вид тренинга. Работать приходится и бороться не с железом, а непосредственно с самим собой. С сильнейшим, нетерпимым жжением в работающей мышце. Это то ощущение, то необычайное ощущение, непередаваемое ощущение, о котором говорил Арнольд в всем известном и любимом нами фильме «Качая железо». Попробуйте, если вы никогда не пробовали. Тот, кто говорит, что статодинамика не работает, просто не умеет качаться, друзья. Статодинамика – это настоящий культуристический тренинг, от которого вас будет просто разбирать. Попробуйте и обязательно отпишите в комментариях, как вам понравилось. Пишите, ставьте лайки, делитесь данным видео в своих соцсетях. Это лучшая благодарность от вас к каналу. Если вам что-то не нравится и вы с чем-то не согласны, смело ставьте дизлайк и пишите обязательно, без грубых слов и выражений, что вам не понравилось, с чем вы не согласны и как должно быть на самом деле. Но повторяю, что для натурального атлета нет ничего лучше, чем чередование, периодизация тренинга. Как раз таки неделю тренировать окислительные мышечные волокна, неделю тренировать гликолитические. Неделю окислительные, неделю тренировать силы. И в таком режиме двигаться вперед. Это с гарантией будет давать вам прогресс без сильнейшего перенапряжения центральной нервной системы, эндокринной нервной системы. И самое главное, вы будете ждать каждой тренировки как в первый раз. Никогда у вас не будет пропадать мотивация. Поверьте, а если не верите, попробуйте. И отпишитесь в комментариях. Ну что, друзья, не буду вас больше грузить сегодня. Ознакомьтесь с предыдущими видеороликами. Не забудьте, что мы уже прошли весь цикл. Все мышечные группы прокачали в таком режиме. Вы можете это все найти в плейлистах. Пишите в комментариях ваши вопросы. На все я отвечаю. На некоторые, как вы видите, даже снимаю видеоролики. Не забывайте вступать в мою закрытую группу ВКонтакте. Стоимость всего 250 баксов. Но вы получаете пожизненное членство. И нас в группе уже 344 человека. И ни одного недовольного. В группе отдельно парни, отдельно девушки получают новую программу тренинга на каждую новую неделю. Как раз таки рассчитанную по принципу периодизации. Основанным на различном типе мышечного волокна. И не важно, верите вы в это или не верите. Важно то, что вы будете прогрессировать. Вы не будете уставать. Вы не будете упираться лгом в стенку. Вы будете давать организму отдых за счет смены режимов работы. И сохранять и улучшать свое здоровье. Что может быть лучше? А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек. Отдельно для парней. Это серия книг «Фак фитнес». Почему она так называется? Вы поймете, прочитав эту книгу. Взгляд и подход к тренингу кардинально отличается от общепринятого. И дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры сделал DimaTorzok